Добрый вечер, уважаемые телезрители! Завтра, 11 мая, в району 20-й культуры состоится концерт памяти Валерия Дмитриевича Стефанцева. Я буду рядом всегда. И сегодня у нас в студии его выпускники Зухра Гелезиева, Александра и Владимир Литвинцевы и Дмитрий Цибульский. Здравствуйте! 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 Я знаю, что вы в Аху приехали специально для этого концерта, специально почтить память вашего учителя. Может быть, вы нам расскажете о предстоящем выступлении, что готовится для зрителя, что готовится для Ахинцев? Начинаем! Как тогда, видимо? Дмитрий, ты говоришь у нас, 5 лет назад, Дмитрий, ты говоришь у нас больше всех, поэтому тебе слово. Да, так оно и есть. Как обычно, все готовится круглосуточно. Мы благодарны за предоставленные возможности и всех, кто нам в этом помогает. Дома, как говорится, и стены помогают. И у нас не так много времени. Есть что-то готовое, то, что есть у нас готовое всегда, как у профессионалов от хореографии, а есть моменты, которые мы создаем здесь и сейчас. Молодцы ребята, те, которые в Грации, в Грации Плюс, они бережно хранят, да, что-то утеряно. Мы создаем такой кинцуги, наверное, это японская такая штука. Это когда разбивается чашка, и ее склеивают специальным клеем для того, чтобы собрать новое. Она становится уникальной, новой. Нечто подобное мы уже создали, мы назвали это попури. Попури, да. Да, мы сделали очень крутое попури. Идея была откинута в общий чат с Зухрой, потому что мы много месяцев до этого готовились все вместе. И поначалу были сомнения делать это, не делать. Но когда мы приехали, посмотрели материал, который остался из того, что есть. Там тоже вопрос по костюмам был. Как сделать так, чтобы все срослось и выглядело действительно зрелищно. И в то же время это невозможно воссоздать в том же самом формате, в котором это было. Но можно сделать интересно, зрелищно, задорно, как Валера и любил, как мы все любим, умеем. И, в общем, каждую ночь, каждый день мы работаем над этим. Я знаю, мне... Единственный вариант сегодняшнего отдыха – это вот здесь, в принципе, на телевидении посидеть. Да, мне ребята говорили, что вы сейчас живете во Дворце культуры последние дни, днем и ночью. Они удерживают нас силой. Присоединяйте, помогите. Скажите, пожалуйста, насколько активно включился в процесс коллектив Дворца культуры? Ведь это же... Вы же не только сами находитесь во Дворце, правильно? Конечно, не только сами. Мы бы не могли сами находиться во Дворце. Мы очень охотно согласились принять участие, да, пожелали принять участие. Потому что для каждого, кто знал, кто работал вместе с Валерием Дмитриевичем, конечно, хотел бы отдать дань, не должно. Скажите, пожалуйста, когда вот возникла идея, да, организовать концерт в памяти Валерия Дмитриевича, стали обзванивать его выпускников, насколько сразу согласились или были какие-то сомнения? Сомнений абсолютно никаких не было. Когда Наталья первый раз со мной связалась, да, да, поддержим все, что нужно, все сделаем. Так помимо нас, еще ребят, сколько поприехало, там, Южно-Сахалинск, Хабаровск, с других городов еще сюда прилетели. Выпускники, которые уже тысячу лет не танцевали, вон, они после занятия уходят, хромают. Хромают. Ну, а у вас хореографическая жизнь продолжается, да? То есть Валерий Дмитриевич дал вам, можно сказать, путевку в жизнь, задал вектор вашей дальнейшей деятельности. Расскажите, пожалуйста, о себе, кто и сейчас в какой деятельности. Зухра. Ну, на самом деле я сейчас проживаю очень далеко, за пределами нашей Родины. К сожалению, в данный момент не могу продолжать творческую деятельность в качестве, ну, педагога, но танцую для души, продолжаю, не могу без этого, конечно. Вот. Зухра, ты же в Италии живешь, да? Да. Правильно? Да. Да, не ошибаюсь. Наши люди должны знать. То есть такой достаточно длинный путь проделали сюда в Афу ради концерта? Да, да, да. Да, очень, очень. Но я не могла не приехать. Молодец какая-то. Да, Зухра вообще очень такой путь проделала с Италии. Я постаралась тоже помочь собрать участников тех людей, с кем мы росли вместе, вот, о ком уже упоминали, да, кто приезжает, кто сейчас не танцует уже. Но вот, чтобы окунуться в эту атмосферу, вспомнить, да, вспомнить детство, вот эти все подготовки. Насколько мне известно, Зухра вчера рассказывала, поделилась с нами. Можно я добавлю по поводу того, что именно Валерий Дмитриевич явился тем человеком, который дал ей такой волшебный пендель. Чтобы она в тот момент поехала в Италию, да, и теперь, ну, Зухра счастлива. Именно, да, он поспособствовал, все благодаря ему. Саша, у тебя, я знаю, активная, да, хореографическая жизнь? Да, я продолжаю дело Валерия Дмитриевича. Ну, без этого никуда, без танцев жить не могу. Переехала после девятого класса в Хабаровск, вот, где Вова уже находился, где он был. Мама меня отпустила, проучилась в институте. Дальше пошла в военный ансамбль, тоже по стопам Вовы, вот, где активно до сих пор танцую. Есть своя студия, где преподаю взрослым, детишкам. Хотя, когда вот приезжала пять лет назад, Валерий Дмитриевич мне говорил о том, что, а почему детей не преподаешь? Я говорю, да нет, 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 все-таки судьба меня вот два года назад, да, еще и с детьми свела. Вот, так что вот так вот. Ну, и когда, да, Наталья предложила поехать, ну, то есть сомнений вообще абсолютно совсем не было. Мы с Вовкой, конечно, да. Да это только за радость. Да. Мы счастливы. Да. Вова, ты встретил Сашу и в Хабаровске, когда она приехала. Значит, ты уже там был, и у тебя тоже, я знаю, хореографическая такая насыщенная деятельность. Да. В общем, как начиналось, я учился в Технаре, и когда я уже определился, Валера мне сказал, я ему говорю, Валера, собираюсь на хореографию поступать в Питер. Он говорит, Володя, хорош, у меня тут схема есть. И он мне рассказал схему, как приехать, прилететь в Хабаровск, в ансамбль песни и пляски провериться, параллельно поступить в институт. Вот. Ну, ровно так я и сделал, и все, схема сработала, я сразу попал в профессиональный коллектив, и все суперски, и дальше все понеслось. Сейчас, чем я занимаюсь? Парными танцами, просто обожаю бачату. Считаю, каждый месяц или раз в два месяца мы куда-то летаем на фестивале, ну, у нас называются танцевальные выкинды, вот такие. И вот сейчас вот все лето будет тоже во всех вот этих мероприятиях, приключения, путешествия, люди. В общем, ну, жизнь насыщенная, преподаю. Студия у меня своя в Хабаровске, так что постоянно вот такой активной дежухи. Денсим, денсим, денсим. Заражаем энергией всех окружающих. Да, ну и за кайф приехать сюда и потанцевать наши вот эти любимые танцы. Я их так давно не танцую, а здесь я просто балдею. Я, как вы вчера вспоминали, все это вот. Здесь особая какая-то атмосфера и особый вайб. Вот эти вот воспоминания, да, они захлёстывают эмоции прям непередаваемые. Дмитрий, расскажи о себе. Откуда начинает? Закончил школу и поехал. Закончил школу. Да, естественно, с благословением учителя, наставника, Дмитриевича нашего любимого. Поехал в Петербург, ну, точнее, поехал сперва поступать в Южно-Сахалинск, хотя хотел поступать в Петербург. Но Валера приехал и сказал, говорит, подожди, подожди, не надо никуда лететь. Ну, видишь, со всеми так. Выездная комиссия в Южный приехала, там все свои стопудняк поступишь, все нормально, говорит, я договорился, папа все порешал. Все, поступил в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. И понеслось, что, Петербург, потом Москва, 14 лет фитнеса, выступление на международных конвенциях, там, готовил подушку безопасности для сухры, такой все сейчас приедет. Ну, это шутки, конечно. Просто как-то так все по одним дорогам, что ли, ходим. И параллельно работал со звездами российской и зарубежной эстрады, теперь и половина еще всех остальных самой зарубежной. И можно всех практически перечислять. Ну, то есть, потому что на новогодних огоньках НТВ, РТР были все. Не так давно мы делали еще какой-то «Добрый вечер, Казахстан» на Первый канал в Казахстане. Это постоянно какие-то, ну, с одной стороны, по меркам, например, больших мероприятий, это халтурная работа, ну, кто-то скажет, например. Но это также нужно 40 номеров за две недели. Ну, то есть, то, что мы и умеем, то, чему нас научил Валера. Да, и это огромная работа. Легко работать с профессионалами, легко работать с талантливыми, но со всеми другими людьми тоже нужно работать. Вот. И мир танца настолько разнообразен. То есть, огромный, ну, багаж, багаж мой в плане того, с кем я переработал и что я перетанцевал. В какой-то момент я остановился. Есть такая фраза «я не действую, я просто наблюдаю». И, наверное, я меньше стал смотреть вовне, стал смотреть больше внутрь себя, заниматься различными медитативными практиками, которыми тоже меня в детстве научил Валера. И мы в Агре, когда еще были, тогда все, мы с ним, мой последний, 10-11 класс, мы занимались, медитировали. То есть, он мне много чего показал из различных практик. И, то есть, углубившись в себя, вот, я ушел дальше углубляться в то, чтобы вести кого-то за собой. Стал танцевать аргентинское танго, стал преподавать аргентинское танго. Сперва мне было очень тяжело, потому что это не просто заученные схемы, которые мы учим. Ну, например, даже когда танцуем бальные танцы, то есть, мы четко знаем, куда идти, партнерша знает, куда ей идти, ты знаешь, куда тебе идти, и вы идете вместе. В аргентинском танго только партнер создает здесь и сейчас движение, куда идти, и партнерша следует за ним. Ну, то есть, понятно, что абсолютно не имеющую танцевального опыта в аргентинском танго партнерша ты будешь вести немножко иначе. Но та, которая владеет своим телом и чувствует его, там можно создавать очень крутые истории, вещи и так далее. В общем, это огромный мир, где абсолютно четкая расстановка гендерных ролей. Сейчас мы работаем в Дом танго, если тут они посчитают за рекламу, то там просто .ру. Вот, у нас там только мужики, естественно, к нам приходят такие дамы, барышни, девчонки. Ну, в общем, разный возраст, в основном средний, естественно, это успешные женщины. Вот, и мы с моим другом, он просто позвал меня и сказал, слышь, Димон, когда я закончил бал вампиров, я год работал в бале вампиров, мюзикле, это огромная компания Stage Entertainment всемирная. Я благодарен, ну, как, судьбе и медитации, кстати, в том числе, медитации на процветание, да, каждый четверг. Бал вампиров, огромная компания, очень крутая, Stage Entertainment, это как часы, все как часы. Это огромный мюзикл с Домом, который поворачивается на сцене. Я всегда мечтал, когда был на хинской сцене, чтобы в моей жизни этот круг начал работать, когда-нибудь начал вращаться, потом его забаррикадировали, закрыли, все. Сейчас делают очень тонкие такие круги на огромную сцену, пожалуйста, этот Дом поворачивался. То есть целый год просто ты работаешь 6 дней в неделю. У тебя двойники по субботам и воскресеньям, это два спектакля. И каждый день, каждый день, это как день сурка, но в то же время не день сурка. Есть что-то другое, но ты каждый день выходишь на сцену, кроме понедельника. В понедельник лежишь, восстанавливаешься. Этот опыт был в моей жизни, я натанцевался, наконец-то. То есть какой-то момент я помню, наверное, с прошлого интервью, я говорил, что я не натанцевался, я хочу натанцеваться. Ну, где-то это было у меня. И вот в этот раз я сказался, я натанцевался, я уже все, этого не хочу. И Александр Григоревский, руководитель Дома танго, тогда он еще один преподавал танго сам, говорит, давай сделаем что-нибудь, приходи ко мне просто работать. И мы начали экспериментировать, как, так как у меня методологическое образование в Петербурге, я это все могу, в общем, создать методологию того, как с этим работать, как обучать людей, которые не имеют профессионального хореографического образования. И диплом в Москве у меня был по, я защищал диплом по теме контактная импровизация в работе с людьми, не имеющими профессионального хореографического образования. И там в основном телесно-ориентированная танцотерапия. Это как раз еще к вопросу о шаманстве, с которым мы все время так или иначе соприкасаемся, когда танцуем, ребята подтвердят, что у каждого из нас в жизни есть вот это шаманство, которое нам также передал Валера, потому что это просто танец, просто импровизация. И вот в Доме танго лично у меня происходит и расстановка гендерных ролей, и шаманство, и танец, и искусство, и погружение внутрь себя. То есть я сейчас нахожусь как бы в таком закрытом, что ли, больше сообществе. То есть я не выхожу на сцену, не выступаю, кроме как здесь. Вы здесь придете? Здесь, да, я с удовольствием. Придется, слово такое. Да, но где-то придется, потому что, ну, какие-то моменты нужно перекрывать, вот, вывозить на талантах всех нас. Ну, ребятки, конечно, ну, Валеры нет уже пять лет, вышли из формы, да. Грузовых самолетов пока не придумали для некоторых. Но ничего, ничего, там, ну, тросики где-нибудь подтянем. У нас были уже такие моменты, но, ой, я тут недавно пока... Это такое, благодарю за моменты, вот эти... У меня долго паховая область болела, да. После лонжи, да? Погрузиться, вот, просмотр видео. То есть вот ты живешь каждый день, например, у тебя что-то одно, второе, третье, не дадут ребята соврать. А потом вот такой, надо готовить концерт. И ты такой, так, какие видео, какое фото, что? И ты начинаешь смотреть здесь. Потом, ааа, это столько эмоций. Ты погружаешься в каждый год. Раз в два-три года мы приезжали. То у нас там юбилей с Верей Питтам, да, 15-20 лет Грации в 14-м году. Потом 25. Потом, ну, вот, Валера каждый год, то его юбилей. Там получалось, что мы вот приезжали 2-3 года, 2-3 года каждый раз. Кто-то, ну, там кто-то есть, то Юля Путушкина, то Зухра, то еще, кого-то нет, кто-то есть. И так вот это все чередовалось постоянно. Ааа, это, вы знаете, как начнешь о себе, а тут невозможно, все неразрывно связано. И вот мы все вместе этой тонкой красной нитью, то есть проходит, всегда у нас Валера внутри. То есть, вот, и у Валера у каждого свой. И для меня Валера, он мой учитель, наставник. И на последнем, пока я был школьником, если так сказать, концерте, перед отъездом в 2000-м году, я со сцены заявил, что у меня, да, было два отца. То есть, у меня реально мой отец, царствие ему небесное, и Валера также, царствие им обоим небесное. Эти люди, ну, вот я такой осиротевший наполовинку теперь, и назвал моим, ну, что у меня две мамы, это как Марзия Сагировна и моя, естественно, родная мамуля, моя мама Лена Цибульская. Вот, и им, дай бог, здоровья. То есть, они вдвоем, вот, Марзия Сагировна заезжал в Южно-Сахалинске, мы с ней посидели, у нее поужинали, пообщались по поводу Сэля-Ви. И я говорю, вот, Сэля-Ви пять лет назад был, ну, когда она не смогла приехать. Она говорит, я не давала разрешения. Ну, мы с ней посмеялись по этому поводу. Говорю, в этот раз тоже будет, мы обязательно вам покажем. Вот, потому что это божественно, это прекрасно. Тот номер, когда они танцевали его с Валерой, для меня это восторг, конечно. Мы пока еще копаем, но он на ВИЧС где-то, когда, помните, на кассетах, и камера снимала, можно было делать спецэффект. И там такой спецэффект, он как будто бы появляется, исчезает из ниоткуда. То есть, какой-то вот такой размытый, блюр, что ли, как-то он назывался. Он просто как из ниоткуда. Это космос, это реально надо видеть. А эта запись, она есть или она утеряна? Эта запись есть на ВИЧС, она не утеряна, она у меня на кассете. Ну, то есть, это точно есть у меня на кассете. Она, возможно, оцифрована у Виктора Якушина. То есть, это концерт какого-то, наверное, 97-го или 98-го года точно. Вот какой-то такой. И мы восстановили 5 лет назад этот номер с Ашуля, с Володей. Они его станцевали. Я привез розовое платье. Ну, вы помните, мы выходили. Три девчули были у меня в платьях от Володи Середина, с которым мы работали. И с Гурченко делали Марковна Перезагрузка, ее последний бенефис. Тоже все. И с Ириной Александровной Аллегровой делали ее концерты и так далее. То есть, ну, всех можно перечислять бесконечно. Вот. Платье от Середина будет. Розовое платье от Володи. Сашуля снова будет в нем. Володя будет блистать тоже в чем? В костюме, в смокинге. Еще не знаю. Либо смокинг, либо белый костюм. Да, белый костюм. Но мы все на самом деле, ну, хочется, чтобы это было не траурно. То есть, это максимально светло. Да, будет где поплакать, будет где взгрустнуть. Это очень трогательно. Мы сегодня на кладбище ему пели то, что будем петь в зале. Это будет восторг. Мне кажется, сейчас самая тема перейти. Короче, там осталось несколько билетов. Звоните в ДК, в кассу. Успейте взять. Успейте взять. Там балкон. Первый ряд. Не бойтесь. Там на самом деле, ну, под юбки смотреть никому не надо. Все будет закрыто. Вот. Я сидел на первом ряду. Все четко видно. Очень классно. Будете как будто для вас. Как будто вот только для вас. Удивительно мне, почему не берут первый ряд вас. Потому что, видимо, очень высокая сцена. Возьмите, я вам скажу маленький секрет, подушечку под попу повыше. И все. Вы, правда, будете, ну, вас будут чуть-чуть ненавидеть. Но если вам на это не так важно, то, ну, те, кто сзади сидят, да, ну, вы сможете видеть, как вам надо. Все, заплатили. Купили, приходите. Да. И всегда можно сесть на эту же подушечку. Если что, мы пустим, договоримся. Скажите, ну, вот теперь скажет, Димон сказал, договоримся, пусть. Договоримся. Он заговорился. 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 О, он заговорился. Вот. Можно всегда на ступеньках, ну, в любых театрах бывает такая история. Вот. Если очень много желающих, как-нибудь там. Добыл такой стульчик. Конечно, стульчик. Конечно, стульчики, да. Стульчики добавляем. Стульчики добавляем в проходах где-то. Ну, что-то будем решать. Пока билеты есть, короче. Скажите, пожалуйста, вот все рассказали о себе, все абсолютно разные, у всех своя жизнь. Приехали другие выпускники и с различных городов нашей такой необъятной родины. Насколько сложно спустя годы скоординировать ваши действия? Можно я скажу, ну, в этом году, наверное, сложно, потому что есть участники, которых нет до сих пор. То есть мы ожидаем их прибытия. Которые будут приезжать, да, только в последний день сегодня. Да, да, да. И мы должны... Не спрашивайте. Что ты не спрашиваешь, как у меня дела? Ну, как у тебя дела? Ой, да и не спрашивай. Так и тут. Скоординировать, конечно, есть сложности. Поэтому мы старались выбирать те номера, которые мы привезли с собой сольные. Ну, мы их, конечно, отдадим как надо. Те старые номера, мы старались брать наши топовые номера, которые все знают, которые их танцевали, чтобы максимально было нам попроще. Попроще. Есть особенности. Мы из профессионального мира. Мы знаем, как это... Дисциплина. Ребята не понимают, как эта дисциплина работает в профессиональном мире. Поэтому нам приходится брать на себя наставнические действия и где-то объяснять, где-то... Давай-давай, давай-давай, ты все можешь. Где-то успокоить. Ну, потому что мандраж, люди столько не танцевали. Ну, в принципе, у нас все получается. Вот в чем дело. Немного терпения, немного Димина криков и... И все получится. Девичьих слез. Девичьих слез. И это блюдо будет преподнесено 11 мая в 17.00. Ну, я так думаю, что когда люди подходят с душой, концерт тоже будет с душой. Он будет не просто технически поставленная хореография, это будет душа. И... Душа наша будет дурачиться по поводу. Дурачиться, да. Без нее никуда. И там будет дух, самое главное, дух. Мы за этими эмоциями сюда и приехали. И приехали, да. Да, именно за эмоциями. Я каждый раз вот эти фотки, видео, которые мы там снимаем, я хочу ему скинуть. Да, да, да. Каждый раз. У меня такое ощущение, что вот-вот зайдет. Валера там. Валера. Ну, он там. Он с нами. Он постоянно находится. Это прям ощущение того, что он постоянно где-то рядом. Я, кстати, вспоминаю вот на прошлом концерте, когда вот пять лет назад мы вышли уже, да, отгремел наш концерт. Я помню, мы поднимаемся наверх, Валерий Дмитриевич садится на кресло, я к нему вот так вот, да, подлазил, говорю, ну что, Валерий Дмитриевич, тридцатку-то бахни. Он такой, говорит, какая тридцатка? Ну, и вот мы, считай, вот здесь, пять лет спустя. Тридцатку бахать. Дмитрий уже рассказал о том, что для него значил Валерий Дмитриевич. Ребят, попрошу вас, то есть, насколько уже из разговора понятно, что он всегда с вами, несмотря на то, здесь ли вы в Ахе или где-то за пределами, да, нашего северного городка. Расскажите о нем, что помните. Валера для меня тоже, опять же, как отец. Я буквально сегодня размышлял по этому поводу, что я знаю о любви. И я понял, что вот его большая и сильная любовь ко мне, я чувствовал эту любовь. И эту же любовь я сейчас и транслирую. Я бываю жестковат. И я чувствую, что это передалось от него. Но при этом, ну, я также, я по-настоящему, если кого-то люблю, я люблю его по-настоящему. Ну, стараюсь быть справедливым. Наставник, уже как 30 лет мой наставник, который дал мне дорогу в жизнь. Я ему бесконечно благодарен за это. Ценности, которые он привил. Трудолюбие, трудиться. Не быть приземленным. Быть всегда в потоке, воздушном, на приподнятом настроении. Много что можно говорить по этому поводу. Но чувство к нему сыновья. Сыновья, как отцу. Да. Воспитание такое отцовское. Девочки. Эстафетку передаю. Для меня, Владимир Дмитриевич, я вспоминаю с детства. У меня к нему такие неоднозначные были чувства. Они менялись. Вот по происшествию, да, жизни моей. Вот в детстве я вспоминаю, что он для меня настолько был сильный человек. Именно мужчина. Да, он был вот как, да, ребята говорят, отец. Как второй отец. И я его побаивалась в детстве, потому что у него настолько сильная энергия. Да, 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 да. Вот Зухар правильно говорит, что я помню, даже когда мне было лет семь, я, уходя, получается, с танцкласса, он говорит, Саш, подожди, подожди, я с тобой. Я с тобой. Сейчас, говорит, я тебя провожу. А мы где-то примерно, приблизительно в одном месте жили. Я помню, я его не дождалась, я убежала просто сломя голову. И помню, когда первый раз я уже пошла в институт, когда я первый раз уже приехала, получается, после 9-го, да, я уехала в Хабаровск. И первый раз я приехала уже в институте, второй курс. И у меня совсем другие эмоции. Я увидела его, и у меня настолько, я думаю, почему я его боялась вообще? Он такой добрый, у него столько любви. И он меня и на Охотское море, помню, тогда свозил, он настолько добрый, теплый человек. И когда уже потом я возвращалась, и эти эмоции все у меня сильнее, 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 когда уже последний концерт был, настолько огромная любовь. И спасибо ему за то, что он дал. И спасибо ему за то, что мы являемся такими танцорами, и мы универсальны. Я бы даже сказала, что он столько много танцев нам дал. Он был очень распространен, мне кажется, он мог все. У него откуда-то рождались вот эти вот идеи, и у нас тоже мы думаем, откуда у нас это все ползет? А вот, пожалуйста, от него у нас постоянно какие-то идеи фикс. И мы встретились, и как раз-таки вот мы с Вовкой разговаривали, что насколько это будет интересно наблюдать за нами, как у нас будет вот эта вот коллаборация идеи, да, возможность наши мысли как-то высказывать и создавать вот этот вот концерт. Ну, будет интересно. Я бы тоже хотела сказать, конечно, о том, что это был не просто учитель, не просто преподаватель. Это был прям родитель, да. Когда за шапочки нас ругал, дневнички наши проверял, успеваемость, да, прогулы там, лечил даже, если там простуды детские вот такое вот. И вообще хотела бы, наверное, от всех сказать слова благодарности за то детство, за те путешествия, вот, гастроли, лагеря, которые... Мы не просто были вот танцевальная группа, танцевальный коллектив, а это было больше, намного больше. Вот, и вот, ну, многие говорят, вот семья, ну, вот по-семейному, да, потому что человек просто с утра до ночи, с утра до ночи был с нами, вот. И те игры, эстафеты, которые он проводил, то есть он нас развивал не только вот в творчестве, вообще вот в жизни что-то хотел еще добавить к этому. Воспитывал в нас людей, порядочных, система ценностей правильная. Уметь любить, быть сильными, со стержнем, отстаивать свое. Ой, уж кто-кто, уж все знают, как Валерий Дмитриевич свое отстаивал. Или как он за своих. Как он за своих. Как он за своих, там он вообще в любые двери заходил. Еще хочу добавить, да, вот благодарность за то, что вот мы до сих пор вот так вот разбросаны по миру, и как мы рады друг друга видеть. Да, мы там не со всеми общаемся, ну, каждый живет своей жизнью. Ну, вот происходят такие вещи, да, вот если, ну, есть люди, организаторы, кто решил такое мероприятие, ну, такие мероприятия, да, организовывать. И мы вот так вот бросаем все, бросаем семьи, работы, и вот сюда. И происходит волшебство. Я думаю, что зрители, которые будут на этом концерте, они ощутят и это волшебство проникнуться. Я думаю, что все зрители, которые придут, это все друзья, близкие, родные, коллектива и его руководителя бывшего. Да, Наталья Альметова, которая, это пришло в голову, конечно, ей особая благодарность, потому что она, ну, как вообще она могла решиться на это? Ну, то есть, с нашей точки зрения, вот вы вначале спрашивали, Володю. Ответил, да, что когда вам позвонили, да, сразу решили. Ну, я Наташу сказал, да, конечно, Наташ, ну, как бы, я говорю, пока не знаю, что там под числом, что может быть, но я хочу. То есть, да, я буду, дам дальше все. У меня очень серьезное мероприятие произошло 20 февраля. Какое? Поделитесь, раз уж заговорили. Я к 40 годам этот лосос все-таки решил идти на нерест. Укротили тут свадьбу. Я женился. Мы вас поздравляем. Да, благодарю. Хорош демон. И мы приехали с супругой на концерт. И, ну, я ей показываю Дальний Восток уже. Это наша вторая поездка сперва, это было именно Дальний Восток. А сейчас это прям моя родина, малая. Мой дом, в котором я вырос. Сабинская вода из источника всем понравилась. Очень вкусная. Воздух изумительный. Да, дома прекрасно. Но, к сожалению, тут есть такой вот момент вот этой грусти северной. То есть, когда этот холод. Ну, ничего, нормально, в Москве снег выпал. Ну, то есть, майский снег такой. Все хорошо. И Наташа, она такая умничка, что она вообще решилась это все вести на себе. Организовать, собрать. Это очень многого стоит. Ну, то есть, организовать, собрать всех. Ну, организовать вообще весь процесс. То, как и куда нас. Ну, то есть, вот что появится на телевидении. То есть, договориться здесь, договориться там. С ДК договориться. То есть, несмотря на то, что нет Валера, к нам все очень относятся так, что вот, пожалуйста, вот мой кабинет открыт. Здесь делайте то. Там костюмер. Если надо, вот я приеду, все сделаю. То есть, ну, то есть, все, все абсолютно службы. Звук, свет. То есть, все, ну, согласны, готовы нам помогать постоянно. И огромная благодарность всем, кто создает это. И очень круто, что это есть. И мы можем собраться все вместе. Димка Варлашин еще приехал. Димка Варлашин – это наш вечный осветитель. Лучший за лучшим. Вот, да. Каждый может говорить что угодно, но он красавчик в плане того, как он умеет это делать, как он умеет делать это сразу, быстро реагировать. У нас был каждый концерт, у нас бывали какие-то накладки, причем, ну, связанные просто. Техника сходила с ума. Как они это выкручивались, как они решали, это одному богу известно, и нам известно потом, когда это все. Ты спрашиваешь, что такое? А там вот так вот. Ну, это все будет потом. Смотрите, да, это все потом, потому что в этот раз у нас есть экран, у нас есть нормальный свет, в отличие от того, что было пять лет назад. Это было просто, ну, отдельная благодарность. Я не знаю, как все-таки, какие-то деньги выделяются на культуру, но на спорт больше. Я посмотрел, да, стадион, все, на спорт больше выделяется, на культуру меньше. Не будем о политике. Вот. Валера вселился в меня. Валера вселился. Благодарим всех. Решил высказать все-таки. Через тебя, да. Не, ну, что там, конечно, ДК, не знаю, надо либо новый строить, либо все-таки этот хорошенечко отремонтировать, хотя бы крышу. А, кстати, в этом году запланирован ремонт крыши, я хочу сказать, достаточно большие деньги, и все в процессе. И наш дворец культуры будет прекрасен. Да-да, вот, вот. Сердечко. У меня, правда, половинка. Ну, еще раз, наверное, приглашаем ахинцев завтра в 17 часов в районный дворец культуры. Кто не успел приобрести билеты, еще есть у вас такая возможность. Правда? Да. Да. Приходите, мы вас приглашаем. Если не придете, мы вас найдем. Валера, Валера, вас найдет. Вас найдет Валера, не ждите этого. Не, ну, задумайтесь, да, да. Вы знали Валеру и не придете на этот концерт. Ну, как бы, ну, ребят, ну. Он всегда думает, что он из-под земли достанет. Спасибо вам большое, что пришли к нам, что рассказали о себе, вспомнили Валерия Дмитриевича Стефанцева. Увидимся завтра. Благодарю. До встречи. Класс.